На скамье подсудимых жительница Караганды. Она обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, женщина предлагала студентам перевестись с коммерческой группы на обучение по гранту либо поступление в докторантуру. За свои услуги она просила немалые суммы от 100 тысяч тенге и выше. Многие горожане повелись на обещание мошенницы. В общей сложности более 20 человек отдали ей деньги. Среди них и Ассель Турганбаева. Мошеннице она отдала несколько миллионов тенге. Та ей обещала еще и помощь в ипотечном кредитовании. Думала, что она правду говорит, потому что она реально такие доводы приводит. Потому что по магистратуре даже взять не раз были сомнения. Выходили с ней на разговор. Она просто приводила такие факты, вплоть до логина и пароля дам, что вот в универ. То есть она обо всем как бы все в курсе и реально производила впечатление, что она там работает преподавателем. Это мы в ходе следствия узнали, что она вообще не является преподавателем, никакого отношения к аргу даже не имеет. Стоит отметить, что все действия, которые обещала произвести подсудимая, заведомо являлись незаконными. И если бы эти действия имели место, нарушителями закона вместе с подсудимой уже стали бы и потерпевшие. Об этом было указано в ходе расследования уголовного дела. По итогам судебного заседания подсудимая признана виновной в совершении уголовного преступления. Приговором Казбийского районного суда города Караганды от 21 февраля 2019 года Арленгазина Айсулу Нуркиновна признана виновной в совершении преступления. Преступление при усмотре статьей 190, частью 3, пункта 1 Уголовного кодекса Республики Астана, по которой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Также судом избрана мера пресечения в виде содержания подстажей. И сегодня также она была задержана в зале судебного заседания. Общая сумма ущерба составляет более 12 миллионов тенге. В качестве пострадавших признаны 23 человека. Согласно приговору, осужденная обязана вернуть все деньги. Андрей Тен, Альдин Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.